Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Технопарк создает на улице Рубежной в Уфе Башкортостан занял 48-ю строчку и Карачаево-Черкесия Средний душевой доход населения в Башкортостане составил чуть более 36 тысяч рублей а реальные денежные доходы увеличились на 8% год к году Однако данных, на которые опирались составители рейтинга недостаточно для объективной оценки, считают ряд экспертов Не секрет, что в республике Башкортостан еще с советских времен популярен вахтовый метод работ Как учитываются доходы вахтовиков и куда уплачиваются подоходные налоги если, допустим, обособленные подразделения компаний занимающие их зарегистрированным регионам ведения основной деятельности Видимо, в их местные бюджеты Вполне вероятно, что здесь имеет место и определенные искажения в статистике доходов вахтовиков Корректировка доходов с учетом потребительской корзины – это хорошо Но нужно обращать внимание и на потребительские расходы, каковы Плюс инвестиционные расходы со стороны домашних хозяйств А это, на минуточку, довольно значительные расходы на приобретение недвижимости Кстати, наша республика уверенно входит в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки Также эксперт добавил, что у региона имеются существенные резервы для улучшения ситуации в политике доходов и заработной платы Что касается страны в целом, во втором квартале текущего года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47 800 рублей в месяц В реальном выражении, за вычетом инфляции, доходы населения выросли за этот период на 5% В Машкортостане героям России и их семьям, проживающим на селе, планируют предоставлять социальные выплаты на улучшение жилищных условий Об этом заявила вице-премьер правительства, министр финансов Лира Иксисамова По ее словам, в ближайшее время будут рассмотрены изменения, которые предусматривают бесплатное предоставление земельных участков таким гражданам В целом в республике реализуются 37 мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям Так, на начало октября этого года более 3000 детей и военнослужащих бесплатно посещают детсады Кроме того, 4000 школьников с 5 по 11 классы и более 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием Кроме того, дети и участников спецоперации могут зачисляться в физкультурно-спортивной организации в первоочередном порядке Получают преимущественное право на перевод в наиболее приближенные к месту жительства детские сады В настоящее время перевели 351 ребенка Также участники спецоперации, члены семей имеют право льготного посещения мероприятий учреждений культуры На сегодняшний день такими мероприятиями охвачено 3000 человек Глава Башкортостана поблагодарил муниципалитеты за взаимодействие с воинами, их родными и близкими И поручил изучить опыт регионов по разработке новых мер поддержки А также при планировании своих рабочих поездок обязательно включать в график общение с семьями погибших земляков Башкортостан отзовет из Госдумы проект закона об административной ответственности за уклонение от уплаты штрафов за завышение коммунальных платежей Вопрос обсудили на заседании профильного комитета госсобрания Напомню, проект подготовила фракция КПРФ и внесла на рассмотрение Нижней палаты российского парламента в июне этого года На прошлой неделе на заседании Госдумы инициативу отклонили Однако законопроект может быть рассмотрен повторно после доработки отметил депутат Госдумы от республики Павел Качкаев То есть сама концепция, она нормальная, но требует доработки Споры вызывают так, что некоторые юристы трактуют это дело как второе наказание То есть мы по жилищному кодексу уже предъявляем претензии за некачественное предоставление услуг, за неправильные расчеты Уже предъявляем претензии А тут как бы второй раз административку еще раз По жилищному кодексу поставщики ЖКУ, начислившие потребителю завышенные суммы должны выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты Однако на практике нарушители часто отлынивают от уплаты Поэтому башкирские депутаты предлагают штрафовать за нарушение сроков на сумму от 4 до 200 тысяч рублей Изображение музея археологии и этнографии в Уфе попало на обновленную банкноту Модернизированные купюры номиналом в 1 тысячу и 5 тысяч рублей Банк России презентовал накануне Они выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля На оборотной стороне изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани Башня Сюембике на территории Казанского Кремля Музей археологии и этнографии в Уфе Объединяющий элемент оборотной стороны – это Великая река Волга Мы видим также Жигулевские горы, плывущий теплоход Дизайн банкноты, кроме того, содержит множество микроизображений Здесь можно увидеть и фрагменты орнаментов и изделий народных промыслов А также предметы, отображающие быт и культуру народов Приволжского федерального округа Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу Основное изображение лицевой стороны – это стелла Европа-Азия На оборотной стороне – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске – стелла 66-я параллель в Салихарде На банкнотах размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России Где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот Обновленные купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК Продолжение следует...